друзья всем привет ко мне сегодня пришла посылочка небольшая интересное растение взяла взяла на восстановление захотелось мне поиграться сейчас распакуем и посмотрим у меня есть уже свой план действий четкий сейчас все расскажу и покажу вот не было печали надо мне было найти приключения у меня в принципе все мои растения они наоборот ну как бы у меня реанимашек нет никогда их одна была мой монтерикс у меня где то есть все хорошо запаковано поэтому мне конечно захотелось взять какое-то растение тем более она сортовое тем более я всегда хотела такой светленький сорт всегда за ним гонялась вот мне захотелось конечно навестить листочки корешочки тем более мои растения не наоборот переизбытком корней страдают зеленой массы поэтому я думаю что мы подружимся и все у меня получится поэтому я со смелостью взяла это растение хорошо запаковала еще же не зима не холодно но все же женщина тоже любительница она сказала этот вид это не мое все они не подружились уже маленькая малюсенькая уже тургор начала терять есть черные точки короче, вижу, вижу, вижу манюська такая боже, боже такая же манюсьечка боже, не скачаемый слой туалетной бумаги это эквестриз сразу смотрю на предмет есть как щитовка что-нибудь или клещ просто соринка это эквестриз беленький с такой красивой голубой губой я напишу полное название значит, какая его история есть на шейке черная ай-яй-яй ничего сидел в коре топризничал свел красиво потом сидел в серомисе потом сидел в архиате потом сидел просто обматывал ликорышки ему мхом и, короче, очень много было всяких перемен я знаю, они этого не любят я сажу классическим методом у меня есть эквестриз сажу классическим методом это кора с углем и сверху закрываю мхом все отлично у меня корни растут очень хорошо растут даже пробивают листья листья хорошо растут вот какой у меня план действий значит это будет очень густой раствор фитоспорина все буду делать, как делала с первой реанимахой с первой реанимахой сейчас обкажу клина с корни в конечном итоге вот посажу в очень маленькую емкость в стаканчик с корой с углем закутаю мхом сверху реанимация, конечно же, садовым варом вот эти места будут вычищены зачищены и обработаны садовым варом все, чтобы это место у меня было закрыто не боялась влаги посажу немного выше вот так вот наращивать будем корешки с помощью моего любимого биогумуса вот оно волшебная смесь оно восхитительно оно природное оно очень хорошо действует на орхидеи я подкармливаю как по листу так и корневая подкормка так, что тут пишет комплексное, минеральное, эффективное удобрение его основу составляет органические, биологично активные компоненты только природного происхождения значит, макро-микроэлементы легко усваивается растениями введновляя рудючить грунту тут по-украински пишет я вам уже перевожу восстанавливает плодородность грунтов сприяя розвитку потужной корневой системы способствует наращиванию мощной корневой системы и листовой массы так, покращивая проростание на синяя вбившую вружайность вот оно очень мягко влияет на растение с ним трудно переборщить но все-таки нужно соблюдать нормы тут все указано вот и орхидеики себя чувствуют прекрасно и наращивать корешки и листочки не только, но и прекрасно цветут так что я думаю сначала мы будем я вообще не мечтаю про цветение я цветение этой женщины вставлю как она у нее цветла мы сейчас будем набираться сил наращивать корешочки наращивать листочки вот и покажу, какие корешки у моих растений смотрите это моя реанимашка корни как сверху корни смотрите, что делается ой, так чтобы ничего не поломать чтобы вы понимали смотрите, какие корни шейка у меня была обработана садовым варом там, где садовый вар там лезут корни там были черные дыры у меня есть видео оно очень старое но можно понять суть в общем, садовый вар зачистка шейки зачистка грязных черных мест черных дыр обработка фитоспорином и сверху садовым варом все я к орхидеи не заглядываю поливаю биогулусом ну, у меня живет, растет сколько корней цветоносик, что ли или корешочек ну, как цветоносик опять оно мне цвело недавно, летом боже, так пышно, хорошо цвело вот такие листики, классные и какую орхидеюшку не возьми сейчас я вам буду показывать корешки хорошо идут корешки прекрасно смотрите, мини-марк он у меня был тоже очень чахлый я его купила, там гнилые корни были корешки, как пошли вот правда, вода зеленая я за этим забываю смотреть нужно добавить немножко перекиси вот, тогда будет все нормально ну, я вижу, что они нормально так, смотрите, ирандобки ну, она у меня недавно появилась там уже корешочки жирные, толстые тоже у меня, кстати, так стоит вот она какая это из малявочек это с мини-орхидеей я вам показываю сейчас покажу обычные мастер-класса не знаю будет не будет у меня время показывать как я сажу и обрабатываю у меня очень мало времени с моей меню по поводу этого пятнышка у меня никогда не было таких орхидей поэтому подскажите я понимаю что орхидейка была переувлажнена какое-то время потому что у нее есть эти чернинки от переувлажнения но и есть растущие корешочки активные так что я думаю что жить будет смотрите тут еще заметила такое место среза как бы я знаю некоторые обрезают специально пересадки укорачивает на этого никогда не делаю либо второй вариант она где-то была срезана как детка что ли но нет она говорила на ее купила подростком 2 и 5 заказывала поставки азиатских орхидей вот так к чему я веду ну я заметила что орхидеи больше болеют если им удалять именно эту попочку эту часть я никогда не трогаю вот если она есть такая вот пусть она будет такая длинная пусть она будет это ничего я не режу не травмирую растения если какие-то чешуйки все да можно зачистить старое но никогда ничего не обрезаю поделитесь как делаете вы может быть вы делаете как-то по-другому и у вас все красивенько классненько растет я этого не делаю и у меня все отлично у моих растений поиграться тем более всегда хотела этот сорт эквестрица особенно в белом цвете просто чисто белый но тут он такой интересный мне тоже понравился ну и знаете спортивный интерес его поставить на ноги и зацвести вот да микка все спасибо за внимание с вами была ирина подписывайтесь кошка подписывайтесь на канал ставьте колокольчик также подписывайтесь на инстаграм там очень много фото и видео и делитесь своими результатами ставьте хэштег ирина багира мне будет очень приятно кто пользуется именно биогумусом фитоспорином будут очень приятны ваши результаты и всем пока пока и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok